Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Городна Азбука. Сегодня 19 июня. И вот сейчас я как раз отщипываю лишние пасынки, подвязываю цветы томатов. И хочу поговорить на тему заболеваний. Это уже будет не фитофтора, а заболевания, которого у меня ни разу в жизни не было. Но я знаю, почему его нет. Я могу дать вам советы, как предотвратить. Вот многие сейчас говорят, находят зеленые плоды с черным пятнышком на верхушке. И некоторые начинающие даже не знают, что это вершинка, вот эта вершинная гниль, как с ней бороться, что делать. Вот смотрите, если вы увидели зеленый незрелый томат с черным пятном на кончике, на вершине, на противоположной от плодоножки стороне, значит вас посетила вершинка. Вершинная гниль томатов. Это очень распространенное заболевание. Все о нем опытные огородники знают. Мы умеем с ним бороться, предотвращать его. И поэтому нужно знать только несколько рецептов и все. Конечно, в основном все это делается заранее. Но вообще хочу сказать, что хотя и точного определения нет, что вершинная гниль это недостаток кальция. Но недостаток кальция указывают как основную причину этого заболевания. То есть кальция не хватает в грунте, кальция не хватает вашим томатам. И вот такое проявление. Но еще есть второстепенные причины, которые тоже могут вызвать вершинную гниль. Это называют недостаточная влажность грунта. То есть вот когда грунт сухой, может вот такое быть. Или резкий перепад. После такого длительного повышенной сухости грунта вдруг грунт увлажнился. И вот так может среагировать томат плод. Ну и также засоленность почвы. Потом закисленность почвы. То есть вот у меня кислая почва песчаная. И у меня вообще по идее должна быть вершинная гниль. Но все знают, кто хоть немного, ну как, более-менее опытный, что зола это лучшее средство профилактики вершинной гнили. Поэтому у меня вершинной гнили нет и не было никогда. И я думала, что никогда не будет до этого года, пока вот у меня не прекратилось, не закончилась зола. Я золу и при посадке в лунку добавляю. И золой потом вот опудриваю, вот такие ленивые делаю подкормки. И вот я думаю, что благодаря только этому у меня вот нет этой вершинной гнили, потому что в золе кроме калия еще есть и кальций. Если когда я подкармливала огурцы, я говорила, что они из золы возьмут калий, то в случае с вершинкой томаты из золы берут кальций. Ну конечно, зола не у всех есть. Самое распространенное средство профилактики вот этой вершинной гнили это селитрокальциевая. Рецепт очень прост. Одна столовая ложка на 10-литровое ведро воды размешать и делать опрыскивание. Можно опрыскивать, можно поливать. Но тут опять мы сталкиваемся с тем, что здесь азот есть, присутствует. И если у вас зеленая масса большая у томатов, если вы боитесь жирования, если у вас они уже как склонны к жированию, то вот в такой фазе развития, когда они уже цветут, когда они уже плоды завязывают, рекомендуют специалисты все-таки селитрой кальциевой не пользоваться. Лучше всего на ранних стадиях развития растения, то есть когда еще до цветения, когда вы только высаживаете, высадили, обработали. Обработку проводят через неделю, ну с интервалом в 7 дней несколько раз. И этого бывает достаточно на весь сезон. Ну и конечно народное средство, которое очень-очень широко используется, это вот мел. Всякие вот болтушки из мела, мел доломитого мука, вот эта известь, известь огородная. Я вот в этом году даже, позавчера ездила, купила вот такой раскислитель. Так как у меня золы теперь не предвидятся в скором будущем, буду переходить вот на такие, на магазинные раскислители. Написано известь гумии, раскислитель, органно-минеральное удобрение с кальцием, бором и гумией. Раскисляет, оздоравливает, повышает плодородие почвы. Вот здесь присутствует кальций, но раз это известь, это вот и есть вот любое средство, которое содержит кальций, любое подойдет для профилактики вершинной гнили, для лечения вершинной гнили. Вот смотрите, увидели вы вот эти черные пятна на томатах. Ваше действие, во-первых, все больные плоды нужно срочно убрать, растение обработать или опрыскать, если они у вас не жирные, не толстые, опрыскивание кальциевой селитрой. Или делать болтушку, а забыла про болтушку там. Смотрите, болтушку делаем так. Одна-две столовые ложки разводим в литровой банке воды. Если, тут два варианта, или вы понемножку польете под корень, а потом сверху уже полив чистой водой, или вот эту болтушку в литровой банке просто разбавляете в 10-литровое ведро воды и делаете просто как обычный полив. Но все это, конечно, по мокрому грунту и все-таки после этого рекомендуется немного полить водой, чтобы вот этот мел, он ушел туда к корням, чтобы сразу доставился вот этот мел растением. Конечно, наверное, если у вас почва очень бедна, нет кальция, то одна такая обработка не поможет. Но 2-3 обработки за сезон, а вообще на будущий год думайте сразу заранее. Или надо раскислять почву, добавлять вот доломитовую муку, мел, вот эту известь, пушенку, золу осенью при перекопки или добавляете при посадке в лунку. А сейчас, когда у вас появились такие плоды, нужно в любом виде дать растению кальций хотя бы на то время, чтобы отдать ему плодоносик. А потом на будущий год, конечно, все это делать заранее. Вот если я уже при посадке добавила золу в каждую лунку, я больше чем уверена, что у меня никакой вершинки не будет, как и не было. Но теперь уже я зарекаться не буду. Теперь у меня золы нет без золы, я не знаю даже, что делать. У меня она была на все случаи жизни. И огурцы подкармливала ей, и в томаты добавляла. Она меня так спасала во многих случаях. Мы будем переходить на магазинные. Все, я надеюсь, это видео вам поможет. Я желаю, чтобы вы знали все выходы из сложившихся ситуаций, чтобы какие бы изменения у вас не начались, но не случились, вы бы всегда знали, о, значит, нужно вот это вот добавить, отрыскать, и все пройдет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это Вершинка. Лучше, конечно, ее не встречать.